Алиса Бартова Необычные окраски гербер придадут насыщенную цветовую гамму вашему дому, а веселый букет озарит ваш праздник и наполнит его особой радостью. Сегодня мы попытаемся узнать все об этих прекрасных цветах. Гербера принадлежит к роду многолетних трав семейства астровые или сложноцветные и насчитывает несколько десятков видов, большая часть из которых растет в Южной Африке или на Мадагаскаре. Некоторые виды встречаются также в Тропической Азии, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Южной Америке, Австралии. По виду и форме цветок напоминает обычную ромашку, но это только на первый взгляд. Листья у герберов удлиненные, переста рассеченные и на конце заостренные, длиной до 35 см, и собранные в прикорневую розетку. Черешки и основания листьев у некоторых видов сильно опущены. Цветоносы достигают высотой до 60 см, без листьев, нередко опушенные. А сами цветки, как у многих других астровых, собраны в соцветия корзинки. У герберы корзинки одиночные, диаметров от 4 до 15 см, у некоторых сортов до 30 см. Краевые цветки язычковые, с очень разнообразной окраской. Серединные цветки трубчатые, мелкие. В одной корзинке может быть до нескольких сотен индивидуальных цветков. Выращивают герберы, как красиво цветущие декоративные растения, в первую очередь на срезку. О том, как ухаживать за герберами и использовать их в комнатном цветоводстве, нам расскажет наш эксперт, агроном компании «Белая дача» Галина Рындяева. Идеальное условие гербера как раз цветок длинного дня. И ей нужно в первую очередь большой длинный световой день. Поэтому гербера, которая цветет зимою, она требует минимум 12 часов света. 18 марта у нас начинается естественный световой день 12 часов. И как бы с этого времени ваш горшок на окне будет спокойно стоять и спокойно цвести. Гербера начинает цвести с весны и будет вас радовать всю весну, все лето. Герберу можно пересадить спокойно в мае месяце на дачном участке. Или посадить в балконные ящики. И она будет радовать обилием цветов. Для гербера нужна земля, растительный грунт, который воздухопроницаемый, хорошей влагоемкостью, кислотностью почвы 5,5-5,8. Герберу обязательно надо удобрять. Спустя после пересадки 2 недели, каждую неделю мы удобряем обязательно комплексным минеральным удобрением. Водорастворимым, которые хорошо растворяются, вносим ее с расчета 1,5-2 грамма на литр воды и подливаем под корень аккуратно. Главная ее болезнь это, наверное, корневые гнили. Если у нас на гербере будет корневая гниль, растение тоже себя проявит так же, как оно проявило себя, когда его подсушили. У него начинает вянуть и поникать листочек. Догениль мы лечим фундазолом, максимом и другими ядами. Гербера неприхотливый цветок, ей единственное надо много света. Температурный режим у нее 18-20 градусов. Чтобы пересадить герберу, мы берем горшочек чуть больше, чем у нас есть горшок, на 1,5-2 сантиметра в диаметре. Для того, чтобы пересадить, мы насыпаем на дно горшка сначала керамзита, чтобы у нас было куда стекать лишней воде, чтобы у нас лучше дышали корни. Потом доставим горшок, переваливаем его. Засыпаем всю пустоту, которая у нас образовалась между горшком и сеночками нового горшка, мы засыпаем грунтом. При этом его утрамбовываем. После того, как мы хорошо все посадили и утрамбовали, мы поливаем наше растение и ставим его на подоконник. Это растение нас будет долго радовать своим цветением. А теперь это растение будет в моей домашней оранжевее. В англоязычной литературе гербер также называют трансваальская ромашка. Изображение цветка гербера можно найти на флаге и гербе южно-африканской провинции Восточный Трансвааль. А вот немного истории о жизни этого прекрасного цветка. Впервые род был описан в 1737 году голландским ботаником Яном Гранойусом и назван им в честь своего коллеги, немецкого врача и ботаника Трауготта Гербера, директора аптекарского огорода ботанического сада в Москве. А вот известность названию дал Карл Линей, использовав это имя в своей работе, опубликованной в 1758 году. Культуру гербера введена гораздо позже многих популярных культур. В 1888 году Мэдли Вуд, куратор ботанического сада в Дурбане, направил растение в Кью. В 1889 году в ботаническом журнале появилось описание вида вместе с первой цветной иллюстрацией. Так Гербера попала в Европу. Селекция была начата англичанином Линчем в Кембриджском университете, затем продолжена во Франции и Италии. В начале 20 века гербера приобрела большую популярность, но в связи с неустойчивостью к заболеваниям ее промышленное производство в 30-е годы значительно сократилось, а затем полностью исчезло из цветоводства. Правда, благодаря работам голландских цветоводов, которые создали новые расы гербера и разработали технику размножения ее черенками, интерес снова появился. Большой вклад в селекцию и совершенствование технологий выращивания гербера внесли также специалисты США и Японии. В нашу страну гербера пришла в 1925 году, но ее промышленное освоение началось лишь в 60-е годы. Сегодня герберы выращивают по всему миру, как красиво цветущие декоративные растения в садах и оранжереях, иногда они встречаются как домашние растения. Большинство выращиваемых гербер являются гибридными сортами, выведенными на основе двух южноафриканских видов – гербера Джемсона и гербера Зеленолистный. Согласитесь, необычные красивые цветы обладают необъяснимой силой притяжения. Этот цветок всегда пользовался заслуженной популярностью. Похожая на ромашку гербера дарит ощущение радости и счастья, а большой и яркий цветок обязательно обратит на себя внимание даже в сочетании с другими растениями. Конечно, более подробно о красоте этого цветка нам расскажет флорист-дизайнер компании «Белая дача» Александра Ишханова. Сейчас мы будем оформлять герберу – сочную, яркую, с зеленой листвой и яркими цветами. Еще у нас есть вот такой замечательный сундук. Мы будем оформлять мужскую композицию. Сундук у нас глубокий, а горшочек довольно низенький. И чтобы сделать зрительно поднять высоту, мы воспользуемся услугой ролика. В принципе, это может быть любой материал. Его достаточно смять и уложить на дно. Теперь у нас высота сократилась где-то наполовину, и мы можем спокойно поставить на желаемый уровень нашу герберу. Сундук у нас оформлен в стиле в таком морском. Ну, это нам говорит о путешествиях, странствиях, то, что присуще мужчинам, свободы, ветер. И, естественно, исходя из этого, мы будем использовать различные декоративные элементы. Землю желательно прикрывать. Все-таки, чтобы смотрелось эстетично. Сундук сделан из дерева, и поэтому сюда замечательно подойдут деревянные такие палочки. Элементы желательно выстраивать асимметрично. То есть они могут находить друг на друга. Сюда идеально подойдет морская звезда. Ну, и какое море без кораллов. У нас довольно неинтересный получился фон, поэтому мы можем его прикрыть кораллами. Для нашей композиции этот кусочек был довольно большой. И мы с секатором просто его отрезали. Пастюль эта композиция довольно строгая. Можно себе стой немножко ее украсить. Садить, например, такие вот декоративные прищепки с божьими коровками. По цвету они очень подходят. Главное не переборщить. Под нашей герберой вдруг неожиданно расцвела ежевика. Мы создали мужскую композицию. Для этого мы использовали цветок гербера. Также был использован сундук, который задавал стилистику нашей композиции. Здесь был использован мох, деревянные натуральные палочки, «Морская звезда», так как это морская тематика. И задекорировали ее нежные листочки зеленые вот такими декоративными прищепками, на которых нежно красуются божьи коровки. Такой уже сочный цвет, как гербера. Темный цвет ежевики очень подходит под декоративную отделку металла нашего сундучка. Хотите сделать приятное своему мужчине? Сделайте это своими руками. Герберы самым лучшим образом подчеркивают творческий характер человека и создают креативную окружающую атмосферу. Человек, который подарит такие цветы, великодушен, прост в общении, немного наивен и сентиментален. Теперь мы знаем, как правильно ухаживать за герберами и как можно украсить вашу квартиру или ваш загородный дом. Надеюсь, что эти цветы принесут вам много счастья и позитивной энергии. С вами была Алиса Бартова и моя домашняя оранжерея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова